я рада вас приветствовать любители вязания спицами сегодня мы с вами поговорим о пряжи для шапок я покажу люрекс который очень люблю а также я продемонстрирую продвижение проекта под названием мишка и конечно же покажу вам наборы для этого кардигана а начну я наш с вами разговор с пайеток вот в этом пуловере мастер-класс на который я закончила называется зеленая горчица но почему зеленый вот фотография с него все началось поэтому теперь все свитера другого цвета называются зеленая горчица как нюанс я кое-где на кокетке добавила люрекс и пайетки и в том проекте который сейчас вижу я я покажу вам его продемонстрирую участвуют тоже пайетки в миксе ну да я миксу не только пряжу но еще и пайетки но вы видите он очень легкий воздушный теплый очень хорошо драпируется одним словом верблюжонок здесь люрекс я покажу вам сейчас каким образом выглядит изделие будущее и как я там миксы пайетки вот это моя заветная коробочка с которой я работаю когда вижу и именно из этой коробочки я иголкой на нитку а с обычная таки дмахер набираю пайетки и так как мне давно пришла мысль в голову миксовать пряжу я подумала почему бы не миксовать пайетки они разные по диаметру 3 миллиметра и 4 и они разные по цвету я сниму для вас крупным планом чтобы вы посмотрели все цвета которые здесь у меня участвуют и покажу вам сейчас проект как раз для которого я все это смиксовала вот этот будущий мишка тоже очень воздушное легкое полотно вижу я это этот пуловер из трех ниток и я вам сейчас их покажу вот заканчивается первый моточек у меня пряжи которые я не первый раз пою оды это писка от кати из магазина волрайт это кид мохер и вот как раз этот люрекс и мы посмотрим с вами сейчас на пайетки каким образом же я их сюда помещаю и несколько слов о спицах начала я вязать на спицах нитпро деревянный мне было удобно все хорошо но у меня было глазам не очень удобно потому что как раз они похожих тонов деревянные спицы симфония вудс от нет про и они сливались с полотном я думаю какие-нибудь такие хочется спицы яркие чтобы чтобы видно было петельки на них и я нашла это нет про тоже номер шесть с половиной тренс я такие же спицы только ярко оранжевый и номер по моему четыре с половиной также с такой же целью покупала использовала чтобы мне было видно их на полотне и вот я вам сейчас покажу я уже демонстрировала каким образом попадают сюда пайетки на нитку кид мохера я нанизываю какое-то количество пайеток они находятся здесь и я при вязании распределяю необходимую нечистоту почему мне такая мысль пришла я вам сейчас расскажу когда был связан пуловер по моему описанию из пряжи кучинели и называется он пуловер аля кучинели пайеток на взгляд заказчицы оказалось слишком много но я и сказал что вы можете срезать чтобы у вас количество пайеток было меньше и мне пришла в голову мысль что я могу необходимое количество именно в хаотичном порядке они в синхронном распределять в изделии там где мне захочется но собственно также я и поступила крупным планом полотно конечно вы сейчас посмотрите справа от меня чтобы вы увидели как искрятый пайетки этот люрекс который здесь есть в маме в процессе вязания что делает кид мохер и вот это потрясающее катя пряжи буклированная писка они еще больше распушаются то есть у меня из-за того что воздушное вязание есть пространство для этих волокон вот видите сейчас ворсинки попадают а я могу чихать и так как я дала воздуха для того чтобы раскрылась пряжа то она мало того что очень пушистые у нее есть для этого условия чтобы он был легкий воздушный пушистые вот как раз я в кардигане намибия и так как я вязала на спицах достаточно большого номера мохер тысячу метров 100 граммах то получается здесь у меня тоже она все-таки полотно очень и очень пушистая и букле также связано было на спицах я по-моему связала на спицах 5 до на спицах номер пять поэтому она легкая пушистая давать воздух нужно для пушистой пряжи меняя номер спиц на большее ну вы смотрите сами а я вот люблю такие невесомые легкие изделия вот как зеленая горчица и как вот этот будущий мишка вяжется он снизу вверх у него будет v-образный вырез я хочу с миксом пряжи на резинке что-то придумать пока еще я в процессе размышлений и я буду вводить вас в курс и показывать как продвигается этот мой пуловер и что же будет в наборе зеленой горчицы это верблюжонок baby camo это кид махер на кокетку потому что вот кокетка связана из другого цвета люрекс ну и конечно же пайетки которые вы можете самостоятельно распределить в той пропорции концентрации который вам понравится этот потрясающий мягкий легкий воздушный нежный именно такие эпитеты букле из магазина world right это outlet если вы не знаете что-то погуглите но сейчас я думаю модницы уже в курсе что такое аутлет и стремятся туда попасть и я сейчас вам покажу что я увидела сегодня это гигантское количество цветов пряжи land last merino в двух метражах очень удобно вот допустим если кто-то любит комплект и то вязать допустим шапку и шарф можно из пряжи разного метража ну одним словом я рекомендую непременно туда к вам попасть а себе я там нашла великолепную легкую воздушную пряжу для шапок она и по метражу очень подходит мне и я уже одна неоднократно говорила вот здесь у вас будет подсказка на ролик про шапки что я как стилист парикмахер предпочитаю шапки кому-то вязать или сама носить невесомые и легкие я объясню почему потому что очень часто после того как мы снимаем шапки приходя в какое-то помещение или даже домой обнаруживается что тяжелая пряжа примяла нашу прическу или испортила ее даже если слегка то мы можем настроение немножечко свое испортить поэтому я предпочитаю для шапок легкие воздушные пряжи и вот как раз пряжа трибу подходит для того чтобы вязать легкую воздушную невесомую шапку и вот еще что метраж позволяет связать ее в один слой и сделать ее фактурной потому что крупная нитка для шапки очень подходит тем кто боится и переживает что шапка уменьшит объем головы либо как-то изменит визуально для тех кто носит пышные волосы допустим а здесь пышная пряжа и вы не будете волноваться что она заменит вам вашу прическу и что же еще нашла я магазине в улрайт там кстати что очень удобно перечеркнута предыдущая цена высокая и написано новое и бывает что разница между ценой классической обычной и той которая представлена в магазине outlet существенная посмотрите на этот люрак я вам признаюсь я люракс люблю везде почти во всех моих изделиях это в зеленой горчице это в моем кардигане бланманже это да везде практически у меня в пуловере аля кучинель я добавила тонкую нитку люракса то есть вот эти два дружочка пайетки и люракс все время со мной так скажем в изделиях находится и я приступлю сейчас к демонстрации небольших наборов которые я собрала для этого описание кардигана намибия всего один набор такого цвета смогла я сделать потому что пряжи потрясающе воздушной легкой букле фисташкового или мятного цвета было очень мало и конечно же я всегда подбираю пуговицы я покажу вам каким образом выглядит этот комплект с пуговицами и я даже покажу вам фотографию я уже немножко проэкспериментировала и изменила фотографию в этом кардигане на фото цвета фисташковой и так как я говорила в своих роликах что от этого пуловера у меня осталось совсем немножко пряжи я буквально по всей россии на самом деле это так разыскивала букле по цвету который идеально подойдет я думаю что вы видите что это один тон мне пришлось приобрести очень много пряжи которые приходя ко мне уже домой выяснялось что она совсем другого цвета да я ориентировалась на фотографии но только мой личный визуальный контроль позволил из пяти бобинок выбрать именно тот цвет букле который подойдет к этому кидмохеру и я хочу подготовить неожиданные цвета этого набора для кардигана намибия и думаю что вам интересно будет посмотреть тем более я научилась фотографии делать меняет цвет одной фотографии как будто бы я сменила кардиган и у меня всегда в описании к ролику есть вся информация про магазины которые я благодарю за их сервис всегда есть информация про то где можно найти почитать о моих мастер-классах это можно сделать в instagram это можно сделать на ярмарке мастеров но быстрее контакт у нас с вами сложится конечно в инстаграм и я хочу поблагодарить покровителей моего канала большое спасибо вам за поддержку мне очень приятно за те комментарии добрые слова которые вы зрители мои оставляете я жду ваших вопросов знаете вот каких-нибудь тех которые понравятся не только вам ответы но может быть кто-то стесняется написать а мы с вами устроим дискуссию такой в комментариях я хочу пожелать вам всего самого-самого доброго хорошего настроения радости от того что вы вяжете а если вы продаете то очень приятных финансовых результатов от ваших изделий и я говорю вам пока